Недавно Центральный банк буквально совсем недавно снизил процентную ставку впервые за длительное время до 9,75%. С одной стороны, существует мнение, что это немного, с другой стороны, в прошлом году еще Центральный банк говорил о том, что ключевая ставка будет снижена позже, и многие не ожидали этого снижения. Но перед заседанием консенсус, прогноз аналитиков примерно поровну разделялся, половина ожидала снижения, половина думала, что ключевая ставка будет оставлена на прежнем уровне. Таким образом, это означает, что у Центрального банка появились какие-то веские причины, чтобы ключевую ставку начать или, можно сказать, продолжить снижать. И, естественно, ключевой причиной стало более быстрое замедление инфляции, чем ожидалось ранее. По итогам февраля, если мерить в годовом выражении, то инфляция снизилась до 4,6%. Как мы все знаем, цель Центрального банка по инфляции составляет 4% по итогам 2017 года. А, в общем-то, еще осенью прошлого года Центральный банк в своих заявлениях и в своих аналитических материалах прогнозировал, что по итогам первого квартала вряд ли инфляция будет ниже 5% в годовом выражении. Таким образом, более быстрый процесс дезинфляции позволит Центральную банку и, в некотором смысле, более агрессивно снижать процентную ставку. Возникает вопрос, по какой причине инфляция снижается быстрее, чем ожидалось. Тут, на самом деле, уместно сделать экскурс еще и в историю и сказать, что, скажем, еще года полтора назад очень мало кто из аналитиков вообще верил в то, что по итогам 2017 года инфляция достигнет цели, объявленной Центральным банком 4%. И, в общем-то, тем не менее, политика Центрального банка вместе со складывающейся ситуацией в экономике привели к тому, что инфляция действительно замедляется достаточно быстро и сейчас, в общем-то, шансы на то, что цель по инфляции будет достигнута достаточно высокие. Для снижения инфляции быстрее, чем ожидалось ранее, существует, на самом деле, две основные группы факторов. Первая группа факторов связана с курсом рубля. И если инфляционный шок конца 2014-2015 годов был обусловлен в огромной степени именно быстрым снижением курса, более чем двукратным к доллару и почти двукратным в отдельный период, а также более чем двукратным к евро, что в результате действия эффекта переноса в цены привело к быстрой инфляции, то достаточно быстрое укрепление рубля в конце прошлого года, прежде всего, естественно, сдерживает инфляционный процесс. Конечно, наши исследования показывают, это соответствует мировому опыту, что, в принципе, эффект переноса асимметричен. То есть, когда курс снижается, это переносится в цены практически полностью или даже с запасом, но когда рубль укрепляется или любая другая валюта, это переносится, отражается в ценах в меньшей степени. Когда укрепление носит такой масштабный характер, а мы помним, что еще в начале прошлого года курс рублю к доллару составлял 75 рублей, то в конце прошлого года это было меньше 60 рублей. Конечно, при значительном укреплении за год эффект на инфляцию есть. Второй фактор, который также, безусловно, оказывает влияние на более низкую инфляцию, чем ожидалось, это рецессия, а потом стагнация в экономике, которая отражается и в падении реальных доходов, которые падали очень долго, беспрецедентно долго во время последней рецессии. И вот если мы буквально на ситуацию последних месяцев посмотрим, то мы увидим, что в январе вроде бы реальные доходы выросли, после этого в феврале они опять упали. И по всей видимости ситуация в экономике, конечно, стабилизируется, но этот тренд, снижение реальных доходов еще до конца не преодолен. В январе были важные разовые факторы в виде единовременного выплаты пенсионерам, а в феврале этих факторов не было, и мы увидели снижение реальных доходов. Конечно, это тоже оказывает сдерживающее давление на цены. Редактор субтитров А.Семкин